Всем привет! Снова приветствуем вас на нашем канале. Сегодня мы будем обслуживать вторую ступень регулятора Акваланг Легенд Гляция. Эта ступень предназначена для погружения в условиях холодной воды. У меня эта ступень работает уже около 10 лет, наверное. Это очень хороший показатель. Итак, сейчас начнем наше обслуживание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Чтобы извлечь седло клапана второй ступени, лучше всего использовать специнструмент. Он сделан из пластика. У меня, к сожалению, в данный момент такого инструмента нет. Поэтому я использую отвертку с пластиковым наконечником, который сделал из поливинилхлоридной трубочки, чтобы не повредить седло клапана. Продолжение следует... Итак, мы разобрали нашу вторую ступень. Сейчас отправляем все металлические детали в чистку. И будем менять уринги. Итак, все наши детали вернулись в чистке. Напомню, что для чистки мы используем обычный столовый уксус и выдерживаем в уксусе наши детали примерно 10 минут. После этого тщательно промываем проточной чистой теплой водой, вытираем насухо. И после этого можно детали заново использовать. А если какие-то трудноудалимые загрязнения, я использую старую зубную щетку, чтобы счистить их. Никаких механических чисток в виде наждачной бумаги или какого-то другого абразива ни в коем случае использовать нельзя. Так, начнем с чего? Начнем с того, что все наши новые оринги мы сразу нанесем на все оринги смазку. Используем, как всегда, только кислородосовместимую смазку. В данном случае это Триболюб 71. Так, приступим. Излишне большое количество смазки нам обсуждено. Абсолютно не нужно. Более того, при монтаже мы еще раз будем добавлять смазку. Также смазку я наношу на все резьбовые соединения в дальнейшем, чтобы облегчить разборку и сервис моего регулятора. Итак, смазку нанесли. Начинаем собирать. Первым делом соберем шток клапана. Еще немного смазки. Аккуратненько вставляем. Шток собрали. Дальше можем надеть ринг на корпус клапана. Еще немного смазки. Далее. Если вы снимали рычаг клапана, то, во-первых, убедитесь в том, что геометрические размеры рычага остались прежними, что вы его не погнули. Для того, чтобы его инсталлировать на место, обратите внимание, на корпусе клапана есть вот такая отметочка, точечка маленькая. Вот эта точечка находится сверху, вот у меня, и вот так вот ставится рычаг. Далее. Берем наш шток клапана. Вот здесь вот у нас находятся такие типа крылышек направляющие. Они смотрят у нас вниз, да, и вот таким образом мы вставляем. Далее собираем регулировочный винт. Вставляем эту деталь. Надеваем о-ринг. После этого, используя шестигранник на четыре, закручиваем до конца. Закрутили до конца. И дальше делаем один с четвертью оборота назад. Раз. Два. Четверть. Все. После этого можно закрывать крышечку. Дальше одеваем о-ринг на регулировочный винт. После этого вставляем и закручиваем. Вставляем шплинт. И откручиваем, фиксируя его. Далее одеваем о-ринг на седло клапана. И вставляем его в корпус. После этого, используя нашу специальную отвертку, заворачиваем его до тех пор, пока у нас рычаг клапана не начнет опускаться. Так, как видите, рычаг начал опускаться. Достаточно. Дальше. Берем корпус. Берем заслонку. Одеваем о-ринг. И вставляем. Тоже проделываем с о-рингом с противоположной части. Далее нажимаем на наш рычаг. И вставляем аккуратненько все внутрь. Все. Вставили. Одеваем теплообменник. Закручиваем гайку. Затягиваем. Далее. Нам надо отрегулировать рычаг. Первое, что мы делаем, это закручиваем седло клапана до такого положения, чтобы наш рычаг был на 4 мм ниже обреза корпуса нашей второй ступени. И дальше. мы начинаем откручивать, добиваясь такого положения, чтобы у нас рычаг был вровень с обрезом. Примерно так. Дальше ставим нашу мембрану. Аккуратненько расправляем ее, чтобы она вошла в свой паз. Пластиковую шайбу. Гайку. Фиксатора мембраны. Затягиваем. И крышку. Все. Осталось поставить на место дефлектор. Пожалуйста, не забывайте чистить обратный клапан. Вот этот тарелчатый клапан. Вот этот тарелчатый клапан. На нем тоже бывают отложения. И если на нем есть отложения, или, не дай бог, он порван или деформирован, то вода будет попадать при дыхании внутрь. То есть он не будет герметизировать нашу вторую ступень. Поэтому не ленитесь. Когда чистите, моете, обязательно промывайте тарелчатый клапан. Демонтировать для этого не обязательно. Можно просто отогнуть и аккуратненько все почистить. Все. Осталось надеть дефлектор. Это потребует определенных усилий. Так. Все. Мы собрали нашу вторую ступень. Осталось подсоединить ее к баллону, к регулятору, к баллону и проверить ее работоспособность. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Мы покажем вам, как можно самостоятельно обслуживать свое снаряжение. А также ждем от вас комментариев, отзывов и запросов на модели оборудования, которые хотели бы посмотреть, как надо обслуживать. Всем пока.